Последний урок номер 5. Работа ADME и симуляции. Последний урок видеокурса процедура сброса за борт. Будет произведена симуляция, которая наглядно покажет процедуру сброса. В данном видеокурсе не будет рассмотрен аварийный режим, когда ключ на головном устройстве переведен в положение из нормал в emergency и оператор может в ручном режиме управлять клапаном сброса или рециркуляции. Итак, мы подошли к работе ADME для сброса нефтеводяной смеси или для сброса балласта. Как мы видим, есть клапан балластного сброса. Ну вот он открывается с гидравлическим приводом или можно качать рукой, или же откроется с помощью гидравлики. В любом случае на Cargo Overboard клапане будет стоять ручной привод, так как это очень важно, чтобы человек с дравом ими пришел и открыл сам этот клапан. Также установил, снял заглушку и поставил переходник между данными фланцами и после чего с помощью ADME этот клапан будет открывать трубу для сброса или же закрывать ее. В том случае, когда клапан этот будет закрытый, клапан номер 148, этот сброс в слоп будет открытый. То есть или мы сбрасываем слоп в клапан 148, или же мы работаем клапаном номер 163 и сбрасываем за борт. Еще раз обращаю внимание на то, что клапан забортного сброса должен быть опечатан. На нем висит так называемый SIL. Этот SIL number заносится в последний Allergy Temperature Report. Этот или этот. И один из них должен быть обязательно занесен в ваш SIL list. То есть список всех опечатанных на бортных клапанов на данный момент. Также висит замок на так называемую защиту от дурака, если кто-то захочет открыть и перепутает, не со зла, а просто перепутает для того, чтобы открыть другой клапан, но случайно откроет этот, то в любом случае у него ничего не получится. На клапане замок с цепью. Итак, две печати. Замок, цепь. Notice. Discharge of oil prohibited. А также notice. Do not operate without chief officer permission. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, следующий этап это проверяем стартер насоса пробоотборника. Включаем его, проверяем в каком он положении, в данный момент положение он. Ключ переводим в положение авто. Итак, он включен. Наш алиометр, который будет запущен автоматически, когда начнется работа. В данный момент питание на него не подается, он будет включен только в том момент, когда начнется работа с ADME. А вот и тот самый мотор, который вращает насос пробоотборника. Он тоже будет запущен автоматически. Непосредственно перед началом сброса производим тест-системы, промывку, калибровку. Убедившись, что устройство работает нормально. Производим замер количества воды, нефтепродукта в отстойном танке. Итак, сброс за борт отстойной воды с помощью ADME. В отстойном танке собралось определенное количество воды после танкомойки, которая отстоялась, и мы собираемся ее сбросить за борт. Что для этого необходимо? Первое. Заказываем машинам отделений насос. Вот он на чертеже. Вот он сам насос, точнее, ручка его управления. После того, как машина дает готовность, готовим линию, открываем всасывание из танка CL-185, движемся по линии, открываем всасывание насоса, и открываем сброс в тот же самый отстойный танк. В случае, если вода будет отобрана, пройдет по системе, и ADME, отобрав пробу, решит, что сброс запрещен, вода сможет вернуться в тот же самый танк, и будет циркулировать до тех пор, пока проба не будет принята ADME, как возможная к сбросу. В этом случае клапан циркуляции будет закрыт, закрыт, и клапан 163, клапан сброса, будет, конечно же, открыт автоматически. До того, как мы начали сброс, проверяем, чтобы CL-164, он имеет ручный привод, был также открыт в памп-руме. На головном устройстве ADME нажимаем input, и входим в меню. После того, как мы вошли в меню, устанавливаем дату, время, канал пробоотбора, груз или балласт, режим работы олеометра, будет ли он работать в автоматическом режиме или в ручном режиме, скорость будет выбираться GPS или же вводиться оператором, режим работы флоуметра, он будет работать в автоматическом режиме или же интенсивность потока будет вводиться оператором, общее количество нефтесброса, сброс этого самого общего количества, Условия сброса, Proceeding или Clean Ballast. И следующее это тип нефтепродукта. Теперь для того, чтобы ввести данные в память устройства, нажимаем кнопку Save. И переводим ADME на режим мониторинга. В данный момент ADME рассчитывает параметры сброса. Все параметры отпечатываются на ленте. Позиция, скорость, дата, время в GMT. А также разрешена или запрещена выгрузка данной смеси за борт. После того, как ADME рассчитала количество частей на миллион смесей и вычислила, что количество сбрасываемого нефтепродукта менее 30 литров на морскую милю, оно разрешает сброс, тем самым открывая забортный клапан и закрывая циркуляционный клапан. Отработала аварийная сигнализация, количество 31 литр на морскую милю. ADME закрывает клапан сброса за борт и открывает рециркуляционный клапан. В данный момент сброс за борт запрещен. Видим тревожную индикацию того, что количество литров на морскую милю 31 литр на морскую милю. Выгрузка за сброс запрещен. И подтверждение аварийной индикации. Насос будет продолжать циркулировать воду из слоп танка по системе до тех пор, пока ADME не разрешит очередной сброс. В случае, если ADME не разрешает очередной сброс, смотрим на экран головного устройства, на котором будет выведена аварийная индикация, какой именно из параметров превышен или возможная ошибка в процессе работы. По окончанию работы ADME переводим устройство в режим Standby, параметры переводим в автоматический режим. Не забываем делать соответствующие записи в журнале нефтяных операций, часть 2 и опечатать за бортные клапана. Вы посмотрели урок номер 5 «Работа ADME и симуляция сброса». С вами был капитан дальнего плавания Березовский Василий. Спокойного моря, приятной работы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова